всем привет наконец-то я решил записывать не просто видео про наши факультеты хотя это тоже разумеется будет продолжаться но сегодня мы поговорим про общаги и я долго если честно искала человека из общаги и вот семён нам сегодня расскажет как он там живет на так откуда ты сначала i'm from воронеж вот значит дело было так начнем с того что мне сестра вот она учится на третьем курсе менеджмента закончила его сейчас идет на 4 и она поступила естественно вышку раньше мне ей нужно переехать москву очевидно и она хотела жить в общаге хотя родители наставили на том чтобы снимать квартиру вот но я очень хотелось посмотреть на общажную жизнь следовательно стал выбор общаги вот на москве 9 общаг из 12 ну так написано сайте я хозяйка к приальности на самом деле вот я знаю я был в двух общагах вот и могу хорошо ответить про свою общагу вот моя моя общежития номер 3 она находится на станции метро авиамоторная от станции метро идти быстрым шагом минут 10 в среднем 15 на скейте 5-6 минут и вы у метро смотри до корпуса я еду на трамвайчике трамвайчик на остановочке выжидать как правило минуту-две потому что есть типа яндекс транспорт охренеть на штучка вот просмотришь и выходишь типа до основки тима 10 минут поэтому типа ты посмотрел и вот ты дошел вот на трамвайчике ехать в худшем случае минут 20 25 вот и от трамвайчика идти минут еще пять то есть до корпуса если прям быстро прям спешить то за 30 минут можно дойти если не очень то 40 минут и вы точно в корпусе а в целом у вас ребята которые живут в общаге могут учиться вообще то есть кто-то учится в строгино да кто-то учится в строгино кто-то учится на мясе кто-то учится на трехсвязи то есть все типа живут общаги учиться в родственниках естественно вот мой корпус получает самый близкий как на трамвайчике остальные конечно подальше кому вообще дают общаги так общаги дают тем кто хочет и кто живет не в москве они по-моему пишут заявление там что-то было такое и тебе выдают общагу значит общаги выдаются чаще всего рандомно но скорее всего вам надут либо одинцово либо дубки если вы учитесь на экономии на менеджменте но научим бизнес факультетах вот мою общагу вам дадут в случае того если вас коза заболевания либо если вы иногородний студент но это новые нормы раньше был чуть попроще и раньше давали по моим всем сейчас все пожестче вот поэтому вообще очень сложно попасть ну как понимаете потому что она находится довольно таки близко к центру допустим до чистых ехать 20 минут он со всей дорогой то с пешком совсем вот и типа она очень элитная считается в этом плане и сколько вы платите так за общагу мы платим за месяц 889 рублей ты плачешь за весь год даже в те месяца где ты не живешь допустим ты хочешь на лето уехать к родителям ты оплачиваешь эти три месяца чтобы как бы сохранить до захоронить себе место да очевидно так по что еще можно сказать может конечно там сделали ремонт вот поменяли окна спортзал поставили беговую дорожку сейчас поменяли раковины то есть там стало очень хорошо вы на сайте есть фотографии вот можете посмотреть типа некий некоторые фотографии выглядит конечно не очень но на самом деле все очень хорошо вот могу рассказать в целом вообще о жизни вообще никак это значит смотри если ты экстраверт и вообще любишь общаться с людьми то есть это будет максимально по кайфу потому что в моей общаге живут разные чувачки начиная от русских заканчивая абсолютно из разных стран допустим из эфиопии есть чувачок вот и ты можешь со всеми поговорить но на английском естественно вот прокачать свой уровень англо очень просто вот плюс вас постоянно какая-то деятельность допустим на кухне вы можете готовить вместе разные блюда из разных стран типа ты спрашиваешь что это такое вообще типа чё ты готовишь чувак так внеет на все кухне он тебе рассказывает потом угощает и блин это просто офигенности на общение то есть когда тебе скучно ты просто выходишь на кухню и все с собой общаются все открытые никто тебя никуда не посылает типа чувак мне там надо побыть одному не такой очень редко бывает и чаще всего такие люди живут типа очень замкнутой и мало с кем вообще общаются также общаги есть всякие прикольные клубы допустим недавно организовали клуб разговаривание разговоров на английском языке вот но она занимался как-то сам вот помню даже не официально а просто там есть диванчик на каждом этаже практически есть диванчик вот и на этом диванчике собираются ребятки просто обсуждают все насущные проблемы которые происходят допустим чемпионат мира недавно обсуждали что еще стоит сказать стоит что главный минус наверно будет если ты замкнутый человечек и тебе будет сложно жить с экстравертом в комнате вот то есть он будет постоянно ходить общаться ты не хочешь ты можешь об этом конечно сказать но тебе надоест вот плюс еще к этому всему если вы не сходите с характерами с твоим соседом если вы не сходите с характерами то есть два варианта либо ты съезжаешь в другую комнату либо ты ищешь что-то другое место общежития комитет системную квартиру допустим вот но всегда все переезжают и без проблем то есть можно перейти сколько раз ты хочешь допустим с этим не повезло соседом приехал к другому с другим тоже не повезло еще раз переехал то есть у нас директор и юрий александрович его так зовут канов очень крутой чувак вот и он всегда идет на уступки всегда понимает ты ему объясняешь почему хочет ехать и он типа не скажет нет чувак давай ты останешься здесь нет кого-нибудь он пойдет тебе на уступки скажите ли свободной комнаты и ты можешь совсем может всеми поговорить с ребятами и переехать свободно вот насчет комнат комнаты бывают разные бывают комнаты с двухэтажными кроме сими бывают комнаты с одноэтажными кроватями вот это как тебе повезет и куда ты собственно засеешься бывает комнаты там большие бывают таком то не очень большие естественно большие за машине очередь на чаще всего и ты когда просто вливаешься в эту структуру ты просто понимаешь с кем нужно поговорить вот кто будет скоро съезжать допустим 4 кучный какой-нибудь ему типа неприцепляемых то будет жить на милом месте вот ты просто с ним общаешься рассказываешь там типа я бы хотел бы жить он куда окей типа и потом идете к директору и ты в общем-то переселяешь вот что можете сказать может сказать что комнаты можно делать под себя то есть если ты захотел ты сделал там ремонт положил линолеум какой-нибудь паркет все что хочешь там стены обклеил всем что хочешь то есть администрация идет типа тебе на уступки пожалуйста девочек очень главное не разнеси и фло сколько человек обычно в комнате в комнате всегда два человека вот есть комнаты однушки но их мало и для меня не допустим очень маленький но это совсем для замкнутых людей считаю ну соседу можете договориться любой момент и я допустим не чувствую такой дискомфорт что вот нужно побыть одному вот он там сидит типа чего это вообще такое нет такого не было потому что мы сидим так получается что там обычно столы стоят так что ты видишь как бы свой монитор свою стеночку вот он сидит это там и типа приду другу не мешать естественно вот тебе нужно попить песенки какие-нибудь громко допустим тебя прилив эмоции ты ему типа скажешь я тут попою скорее всего он скажет типа окей потому что ну все другу понимают типа никто не говорит заткнись пожалуйста вот особенно классно когда ты дружишь с кем-то то есть ты обзаводишься много связей у тебя появляются и ты начинаешь со всеми общаться допустим у меня есть много там друзей и мой сосед допустим с кем я живу сосед именно по комнате гоша очень крутой чувак вот он учится на логистике мы с ним часто ездим в корпус вместе вот другу помогаем прикидываемся к вот важные полезные инфо и также вот у меня мир напротив живет мой однокурсник вот тоже крутой чувачок и мы перекидываемся полезной информации то есть у кого-то что-то появилось по майнерам у кого-то что-то появилось по учебе у кого-то прошел курс истории мне только начался мы обменялись тетрадочками и все типа по фану без проблем все окей взаимопомощь выгода окей плюс еще так как там живут чуваки с разных факультетов ты можешь всегда со всеми поговорить узнать очень много нового то есть на сайте пишут конечно красиво но как в жизни ты не узнаешь пока не пугаешь тем человеком даже там учиться а чтобы сделать его нужно делать всего два шага вот и это ну типа офигенно вот все всегда поговорят с тобой никто тебя не кинет не бросит и взять помогут вот а кстати вот такой вопрос еще расстеление по гендерам это принципиально у вас я вообще как это да смотри в общаге есть два крыла и и мужской естественно и женская а есть комнаты где живут по мальчик и девочка но это администрации не поговорили все обсудили там в общем все через администрацию ты конечно можешь привести кого-нибудь если твоя сосед не против вы можете жить в районе типа никто не будет вам заходить каждую минуту говорить типа уйди отсюда нет такого не будет вот а еще такая хрень типа мало кто знает но пропуск вышки действует вообще общаги то есть вот тебя есть пропуск который ты заходишь в свой учебный офис вот и по этому пропуску можно зайти в любую общагу и там остаться типа никто тебя не выглядит даже никто не узнает что ты нелегально там живешь вот давай теперь обсудим в целом какие в москве есть общаги чем они отличаются но отличаются они кардинальным местоположением вот и отличаются они планировкой у кого-то есть коридорный тип у кого-то есть квартирный тип партийный тип это в одинцовый и дубки вот там смысл чем ты заходишь и обычно там три комнаты вот и в каждой комнате по 4 где-то кровати вот и одна кухня и в некоторых там два туалета и ванна и ванна вот естественно для меня это допустим не очень удобно по геолокации потому что ехать из дубков и одинцовый ну такой себе ну все понимаете конечно да возможно там условия будет получше но там и свои проблемы вот но у нас столовой нет у нас есть только кухня ты сам себе готовишь вот и относишь себя как бы в квартирку вот все готовят и типа это прикольно это прикольно потому что вы можете обменяться рецептами можете обсудить там жизнь во время готовки и это сближает в общем бежать давай сейчас вот как-то все это подведем плюсы и минусы жизни в общаге до полосам сначала начнем с плюсов но я на самом деле очень долго думал снимать квартиру и любить общаги потому что мы родители опять наставили на то что нужно снимать квартиру типа как так вот но мне тоже захотел посмотреть на это все изнутри ему сказать что я ошибся потому что очень много связей вот реально то есть я знаком практически со всеми факультетами потому что на каждом плите если микита с друзья и сюда мне помогут допустим проблема там с философии сходил их философа спасел еще как проблемы с информатикой сходил на спкн все как в общем проблема все решаются и типа это очень круто потом общение ну лично мы общаги как иностранцы общение с иностранцем то есть это культура это прокачка языка это узнавание много нового и интересного вот что еще из плюсов а у нас есть учебные комнаты вот и в учебных комнатах вы можете заниматься всеми допустим я звал своих одноклубников в учебке и мы там садились и решали математику перед контрольными делает там разные презентации там есть доски ты можешь рисовать на доске все красиво делать и вот реально удобно то есть не не в каком-нибудь кафе а именно вот тебя есть помещение в котором вы можете заниматься вот это тоже очень круто вот ну наверное это главные плюсы из минусов могу отметить то что если ты не экстраверт и тебе тяжело сообщаться с людьми то первое время тебя будет очень тяжело потому что все равно это общение все равно ты с кем-то находишься даже если ты не видишь человек ты понимаешь что находится в той комнате тебе будет не очень просто вот это главный минус из бытовых каких-то мелочей если у твой сосед не убирается тебе тоже будет тяжело потому что ты как выбираешь ты играешь все равно есть вот потом возможно тяжело будет первое время готовить ну как если ты живешь один тоже себе готовишь на там придется готовить каждый день и тебе это будет утомлять это надо делать расчет вот наверное два главных минуса а еще забыл рассказать про спортивный зал у нас и спортивный зал в котором вы можете заниматься там есть беговая дорожка там есть скамья чтобы жим лежа делать там есть мультифункциональный тренажер вот и это очень круто то есть ты не плачешь по сути за спортзал оплатишь вместе за 889 рублей как уже сказал и получаешь много всего полезного вот так же администрация общаги очень добрая и ты можете на сказать дежурный к директору поговорить все эти память поймут никто не будет на тебя зло смотреть как ты искался поэтому все очень добрые классно ребят посуда это очень важно значит смотрите не оставляйте посуду грязную на кухне потому что на дежурные ее забирают вот это случается всегда неожиданно и неприятно вот потом ты только приходишь где моя посуда и и тип уже нет быть осторожны поэтому мойте забирайте это да 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 дисциплине до печать ну ты сам становишься более самостоятельным были ответственным учишься планирует свой день вот потому что если ты не придешь еду ты не поесть не поесть тебе будет плохо плохо как бы никому не хочется ладно спасибо семен подписывайтесь на канал давайте там сосиси так значит инстаграмм в к фейсбук там все ссылки будет внизу в описании да у меня скоро будет кстати да скоро будет очень интересная вещь слить со мной пожалуйста спасибо семена это было правда интересно всем спасибо всем пока не бойтесь общак вот получается где такого не получается я имею